друзья привет откуда я выезжаю сейчас выезжаю я со стадиона стартак ванна который находится на окраине города сегодня здесь прошло первенство области по ммэй не все бои прошли ну юноши там кто поменьше нас отбились сегодня до финалов и в том числе те кто постарше те завтра будут биться на финальных боях в цирке нашего города сразу после этого после финалов будут проходить оправа и завтра будет шоу я сегодня тут отработал лох туром вот в ринге нормально все получилось в общем то все произошло в ней все прошло без каких-то странских трагедий нокаут один и перелом носа в этом же бою вот несколько было сабмишинов несколько было технических нокаут в общем на самом деле бои были нормальные мне понравилось боя по три были просто вообще великолепные прям вообще хорошо конечно смотрю я и вот здесь была сегодня так как боев было немного вопиющие несправедливость да вот конечно бывает я сам это помню по молодости когда выступали на соревнованиях когда получается так что мало количества там людей заявлено в определенном весе предположим да определенной категории и получается так что всего предположим три человека ну так чтобы просто понять не было три человека вот и сначала дерутся двое один из них сразу третье место получает понятнее было бойцов то больше чтобы наглядность а другой проходит финал и дерется уже за второе за первое место с кем-то и вот тот который сразу финал попал это вообще не справедливость он и за третье место то не дрался вообще да и дерется сразу же за первое с тем кто в первом бою как правило всегда травмирует ну почему потому что первый бой он сам из компромиссный как правило самый безбашен ну вот на муж тоже надо продвинуться дальше а здесь получается опять же свежий финал с мы выходят он сразу же дерется на юкатушку потому что для него это первый бой ему беречь то нечего и беречься нечего и у него ничего не болит и вот сегодня так и получилось дрался парнишка один вообще просто мне очень понравился как раз про тот бой где был с нокаут техничный очень да показал себя вообще великолепно и кстати оба были бойца очень неплохие в ней очень хорошие оба оба достойные но один оказался лучше и он другого нокаутировал но при этом получил травму сам и вышел он когда на финальный поединок противник у него был тоже очень хороший но он ему проиграл опять же в том числе и потому что у него была сам не травма а вот травма бы не было бы бой мог оказаться еще интереснее и намного сам зрелищный проиграл он сам лично а мог бы и не проиграть и кстати тот парнишка который проиграл вот этому который второе место занял во первом бою проиграл ему тот ну которого нокаутировали тоже был вообще великолепный и тоже бы он если бы вышел с финал тоже бы себя великолепно показал вот это очень вот интересная такая тема и кстати вот я все время думал о том когда ездил на соревнования работать что абсолютное большинство почему-то не любят ходить на отборочные вот идет первый день отборочные да или с утра идут отборочные а вечером идут одни финалы и я не знаю в других видах спорта может быть и интересно лучше приходить только на финалы например каких-то бесконтактных видах или чем-то еще когда там отсеиваются самые ну слабые бойцы условно говоря хотя это не всегда факт есть ампийская система то могут отсеяться и очень сильно если пожили если жеребьевка честно и сам сви и сводится два бойца сильных самом начале вот смотрите какая штука в мм и же в кан и вообще в контактных видах это слегка не так все выглядит понимаете там бойцы работают в полный контакт рубятся в полный контакт и рубятся они лучше пока свежие пока у них нет каких-то травм поэтому отборочные бои зачастую бывают самыми интересными потому что там действительно они доряженные выходят такие вообще потому что им надо выйти в финал именно они себя не жалеют и с противника не жалеют дерутся по полной программе и особенно это хорошо заметил когда ездил в прошлом году в краснодар на кубок россии союза ммэй на кубок союза ммэй да там же потом были бои fight nights смотрите там вот первые бои начал были самые навороченные вообще просто капец какие чумовые были бои и первый день стоял просто треск там ну и травм конечно было больше то есть поработать пришлось во первые немножко побольше а второй день это финалы народу на на трибунах было вот все если в первые были пустые места даже наверно может быть четверть зала пустая была во второй студии дополнительные ставили наш народа было просто дофигища а понимаете оба и были менее с зрели и на и на каун был меньше и медленнее они были эти бои бойцы дрались меня почему они все уже были травмированы знаете в первый день они там ну так отбились и даже кто в первые там от кругах получил сам травм они все были горячие у них там был через какое-то время снова бой еще не одетом отека нет ничего нет такого сильного и они спокойно там и дрались и дрались дальше а потом прошла ночь все заболело к утру так что вообще это кобздец и они вышли на второй день соревнований на финалы и все и бои то были совсем другие я бы сказал бы даже они были виловаты потому что все были травмированы но не в ммэ не бывает без травм ты получаешь либо либо тебе травму какую-то либо ты получаешь ауто травму наносишь удар противнику попадаешь ему в локоть или куда-то еще ну то есть редко бывает так что у тебя все прямо это шоколадно ну когда-то больше как-то меньше но тем не менее вот целыми мало кто сам до финала доходит так что прям совсем все хорошо и поэтому друзья в ммэй стоит ходить на отборочные на круги на первые стоит ходить сам из соревнований потому что там бывает даже зачастую интересно я вам это говорю как врач союза ммэй которые около ринга постоянно сами стоит вид местах таких которые люди покупают свои билеты часто за самые большие деньги ну вот чтобы сеть чтобы сидеть прямо около канваса внизу а я все время нахожусь вот я не к тому что там круто то что я вижу всю подноготную то есть я оценить могу сам ситуацию прямо от и до в том плане что когда видно по бойцу что он не может например ударить в полную силу потому что у него разбит голеностоп и вот вроде по лицу его все вроде как бы нормально видно как он притаптывается прихрамывает и как бы он сильно волевым бы не был все равно таки с нюансы зачастую видны когда ты находишься совсем рядом вот так вот так что и здесь несправедливость есть многие все время говорили что ммэй и вообще и контакты искусство боевые они тем и хороши что там если уж ты действительно ну побеждаешь нокдауном или нокаутом то вряд ли может быть какой-то субъективизм со стороны студии со стороны еще кого-то то есть вот это мое то когда это бесконтакт там можно и подсудить и засудить и очки не так почитать и все такое прочее здесь же если ты в чистую выигрываешь не по очкам а именно чисто то все как бы нормально но здесь зато субъективизм вносит сама ситуация когда вот бац и по жеребьевке у тебя боев оказывается больше на один ибо и на два кому-то повезло больше кому-то меньше повезло опять как по жеребьевке попадет на какого-то противника нарвешься опять же зависит от того какую ты получил с вами травму травмы ты прошел в следующий круг или без вот так вот дело выглядит но я говорю резюме мое давать им привет жалко что не сам начал а вот значит то что обязательно надо ходить и смотреть отборочные и первые круги соревнований по мм и там самое мясо ладно всем пока